Чао-чао, бонжорно. Немножко сменилась локация, сменился немножко макияж, но продолжается наша тема моди индефинити. Я в парке Маяковского, за мной там фонтан. Все отдыхают, радуются лету, и я тоже радуюсь тому, что сейчас мы с вами рассмотрим партичипио. Партичипио бывает презенты и пассаты. Если про инфинитив и герунди, я говорила, что их можно называть презенты и пассату либо сэмпличи и компосту, сэмпличи и компосту, наверное, даже будет более правильно и более корректно, то партичипио делится четко на презенты и на пассату. Здесь никаких не бывает сэмпличи и компосту, потому что как партичипио презенты, так как партичипио пассату, они состоят из одного глагола. Давайте посмотрим дальше. Партичипио презенты, как оно образуется у нас? Аре, окончание на аре первого воспряжения меняется на ante, а окончание второго и третьего воспряжения, эре ире, меняются на ente. Как вы видите, здесь у меня предусмотрена также функция, как и причастие, изменение, помноженное число. Ante меняется на ante и ente меняется на ente. Изучая именно партичипио презенты, вы поймете, что все, что нас окружает, это глаголы. Давайте посмотрим, когда же у нас используется партичипио презенты. Сейчас поговорим про партичипио презенты. Используется он в качестве прилагательного. Я, видите, поставила сердечко, потому что сейчас на самом деле, когда мы их пройдем, у вас начнут в голове возникать ассоциации, вы будете сами вспоминать, что многие прилагательные, которые вы думаете, что прилагательные на самом деле это вот партичипи презенты. Например, interessante, интересный, pesante, тяжелый, affascinante, очаровательный, divertente, веселый. Вот все, что заканчивается на ante и ente, все эти прилагательные, да, они на самом деле партичипи презенты, очень часто используются, да, в значении прилагательного. E un film interessante, una festa divertente, una ragazza affascinante и так далее. Также партичипио презенты используются в значении существительного. Существительное – это nome sustantivo. Давайте подумаем. Insegnante – преподаватель, ristorante – ресторан, cantante – певец и так далее. Вы видите, что партичипи презенты отлично выступают в роли и существительного. Тоже у вас сейчас будет много ассоциаций, вы вспомните много примеров, когда именно существительные, на ante, на ente, как раз вот на самом деле это партичипи презенты. Обычно после этой темы, после изучения modin definiti, да, у всех такое сразу, не знаю, наверное, какое-то открытие новое происходит в голове, что ты понимаешь, что все, что ты видел раньше возле себя – это 70 процентов глаголы в их различных формах. И партичипи презенты, si usa come verbo. Это, наверное, самое его узкое использование. Часто он, не часто он используется как глагол. Например, è una storia non molto convincente. Это не очень такая убедительная история. La storia che non convince. История, которая не убеждает. Вот такой вот обзор получился в партичипи презенты. Вы видите, что на самом деле очень большое у него использование, большой у него охват у партичипи, презенты. Поэтому сейчас подумайте и замечайте вообще, когда вы будете думать о прилагательных, либо существительных, которые заканчиваются на ante, либо на ente. Постарайтесь сделать себе такое мысленное упражнение, от какого же глагола они происходят. Например, interessante, а происходит глагола interessare, fascinante, от глагола fascinare, divertente, от глагола divertire и так далее. Поэтому попробуйте себе устроить такой мини-квест. А мы переходим дальше к партичипи и посаду. Это уже будет в следующем видео. Чао-чао.